Жильцы дома номер 137-Б по улице Лакина вынуждены ютиться у подъезда. Провести собрание, да и просто посидеть на лавочке пенсионеры не могут. Придомовой территории у них просто нет. Хотя так было не всегда, вспоминают собственники. Место для отдыха располагалось вот здесь, через дорогу, где сейчас припаркованы машины. Стояли грибочки, стояли площадки с песочком, теннисные столы стояли. То есть наши дети, которым уже под 50, воспитывались вот здесь, на этой площадке. Что делать нас? У нас народ уже стоит 50 лет. Люди покупают здесь квартиры. Где их детям много играть? Вот это непонятно. Дом 137-Б ввели в эксплуатацию в далеком 1969-м. До поры до времени проблем с придомовой территорией у собственников не было. Исчез участок земли из-под носа жильцов в 2003-м при постановке на кадастровый учет. Согласно документам, теперь участок принадлежит соседям из дома номер 137-А. Между жителями развязалась война. У одних получается придомовая территория, стоя с другой стороны дома. У других ее вообще нет. Одни дороги. И где парковать машины обделенным? Непонятно. У вас, грубо говоря, и здесь, и там. А вот этот дом, да, получается вот, ну, чуть-чуть. Вот вы сами к этому как обладаете. Власти виноваты. Власти виноваты. Так идите виноваты. А если как-то по-соседски все делали? Что вы раньше обладаете? Вот именно сейчас. А что вы раньше обладали? А потому что вы... В 40 лет молчали. Ну нельзя так же. Что мы теперь делим, я не понимаю. Неужели земли мало? Теперь люди совсем другие стали. Раньше мы понимали, теперь никто не хочет. Все разбогатели, машину купили. Однако, к мнению бывшей старшей по дому, у которой теперь много земли, соседи из обделенного дома не прислушиваются. Не может решить конфликт между соседями и управляющей компанией. У страны управляющей компанией свою работу мы строим на основании тех документов, в частности, на основании кадастровых паспортов, земельных участков. Здесь либо договариваться, либо свои претензии отстаивать в судебном порядке. Свои права. За права обделенных уже несколько лет борется старшая по дому номер 137-Б Ирина Виноградова. Земельное, градостроительное и жилищное законодательство она знает не хуже юристов. За годы обращений в различные инстанции справедливости она пока так и не добилась. Зато выяснила, что транзитные дороги, которыми окруженных дом, не могут считаться придомовой территорией. В соответствии с Санпинами, с отецами всеми законами, и жилищным кодексом, и градостроительным кодексом, эта территория должна принадлежать нашему дому. Потому что если эта территория не принадлежит натуршему дому, то в соответствии с градостроительным кодексом, 222-й статье, наш дом подлежит расселению. А потому что нет придомовой территории. По словам старшей по дому, причин раздора между соседями – кадастровая палата. Ведь именно ее специалисты устанавливают границы земельных участков и вносят в базу данных. В самой кадастровой палате с такими обвинениями не согласны. Органы местного самоправления под существующими многоквартирными домами на основании либо проекта границ, либо схемы расположения на кадастровом плане территории, это уже в рамках нового законодательства, сформировали земельные участки. То есть за границы, вот какую площадь сформировали, отвечает орган местного самоправления. То есть это администрация наша, да? Границы земельных участков под многоквартирными жилыми домами номер 137-б и 137-я по улице Лакина были сформированы еще в далеком 2003 году. А вот основанием для установления границ и площади этих земельных участков послужили сведения технических паспортов Бюро технической инвентаризации по состоянию на 23 октября 1991 года. История давняя, но выход прост при умении договариваться. С 1 марта 2008 года в стране закреплено законом понятие перераспределения границ. Иными словами, один дом может поделиться землей с другим. Но, похоже, не в этом случае. Здесь оставшиеся без придомовой территории намерены дойти до прокуратуры.